Главный врач 2-й городской больницы Белгорода Антон Бондарев. Будем говорить о здравоохранении на примере больницы и поликлиники, о проблемах и решениях. Сразу начнем с больного вопроса. Здравоохранение лидер черных списков. Редкий россиянин не высказывал недовольства здравоохранением. Вот вы как врач, может быть, попробуете поставить диагноз в системе? Вы знаете, на сегодняшний день нужно сказать, что медицина все-таки это самая такая консервативная отрасль. И, конечно, необходимы уже какие-то изменения, которые, собственно говоря, уже начались. Не начались на федеральном уровне, не начались сегодня в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге. Они дойдут и до нас. Безусловно, важно сказать, что, наверное, основная проблема, это, наверное, в охранении своего здоровья. У нас зачастую отсутствует культура. Культура как оказание медицинской помощи, это правда, да? Как и получение медицинской помощи. И зачастую даже наш сегодня житель, собственно говоря, не следит за своим здоровьем. И зачастую, когда происходят какие-то вопросы, тогда уже появляются какие-то решения. Да, но мы сейчас пока не о пациентах, а все-таки об учреждениях. Вы пытаетесь лечить ее как-то изнутри, хотя бы в уверенном вам учреждении. Да, вот мы знаем, что претерпел трансформацию отделения скорой помощи, да? То есть появился ресепшн, навигация, три потока пациентов. Вот этот формат вы где-то подсмотрели, придумали, как он появился? Вы абсолютно к слову правильно подобрались на такой тренд, трансформация. Я тоже люблю это слово. Трансформация. Да, мы на сегодняшний день хотим сказать, что изменения произошли. У нас появился настоящий emergency. То, что сегодня пропагандирует Министерство здравоохранения. Сам Сергей Федорович Багненко, внештатный специалист по скорой медицинской помощи, который сегодня эту идею и начал, да, и она проецируется сегодня по регионам, она сегодня у нас реализована. Это три потока, собственно говоря, поток легких пациентов, поток пациентов средней степени тяжести и тяжелых пациентов. Собственно, это позволяет разделять, оказывать квалифицированную своевременную медицинскую помощь в условиях стационара, соответственно. Ну, вот мы сюжет об этом отделении скорой помощи делали еще на этапе стройки, когда, ну, скажем так, смотреть можно было только, наверное, на проектных картинках, ну, либо строительные работы. Были мы в момент открытия, когда губернатор, собственно, посетил это отделение скорой помощи, но тогда там не было пациентов. А вот сейчас мы отправились туда, чтобы показать, как есть, и самое главное, пообщаться уже непосредственно с пациентами. Предлагаю посмотреть сюжет. Вам интересно, что сказали пациенты? Интересно, я не в курсе, если честно. Ну, давайте посмотрим. Приемный покой второй горбольницы Белгорода работает уже три месяца. Ориентир на медицину высоких стандартов. Новый подход к оказанию скорой помощи ощущается буквально на пороге. Предусмотрены разные входы. Для скорой у каждой бригады есть собственный чип-ключ. И также для тех пациентов, которые прибыли самостоятельно, они заходят вот сюда. В России это пятое отделение подобного уровня. Обстановка хорошая, принимают быстро. Зона отдыха, и можно покушать и попить, и присесть. Разделение пациентов по потокам в зависимости от их состояния, крайне тяжелые, средние и легкой степени тяжести. И те, кто пришел самостоятельно, этот главный принцип наблюдаем в действии. Здесь у нас первый зал регистратура или рецепшн. Здесь у нас больные поступают как по скорой помощи, так же и могут обратиться самостоятельно. У нас вот девочка-регистратор. Она их регистрирует, фиксирует время. И дальше его сопровождает, вернее, направляет в определенный зал. Значит, распределяется. Именно здесь происходит распределение больных по потокам, да. Точку рецепшна пропускают только крайне тяжелые пациенты красного потока. Им должна быть оказана помощь в первые 10 минут. На счету каждая секунда. К счастью, во время нашей съемки пациентов красного потока не поступало. Но таких скорая помощь информируют заранее. И бригада приемного отделения встречает больных уже во всеоружие. А вот скорая помощь доставила пациента с переломом ноги. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Значит, оранжевый поток. Мы его завозим по оранжевой полосе в первый зал, потому что так как у нас он лежачий, то есть сейчас спускается доктор. Комната для первичного осмотра каталочных больных рассчитана на 6 мест. Сюда и доставили пациента с переломом. После звонка медсестры врач-травматолог спустился к пациенту в течение 3 минут. Скажите, пожалуйста, что вот дальше? Какие дальше будут действия с ним проведены? Дальше врач его осматривает, назначает определенные виды исследований для определения тяжести травмы и вообще любой патологии. А транспортная служба везет больного на исследование. Вот это все у нас на этаже. Все доступно, все быстро оперативно. Вот. И дальше уже определяется с тактикой лечения. Также все для чищеврач. Отдельная транспортная служба помогает передвигаться лежачим и сидячим больным. Еще одно новшество приемного отделения. Пока мы беседовали с врачами, пациента уже направили в стационар. В течение 20 минут мы видим, поступил пациент, его уже доктор осмотрел, назначен ему рентген, его повезли на рентген, рентген сделали, завели историю и поднимаем его на пятый этаж. То есть в течение 20 минут уже пациент с переломом был определен в стационаре? Был госпитализирован. А здесь зона ожидания для пациентов зеленого потока. Сюда поступают ходячие и больные, те, кто может передвигаться сам. Он поступает с регистрационными своими документами, которые мы оформили на рецепшен или в регистраторе. Поступает вот сюда на пост к медсестрам, подает эти документы, они смотрят, какого профиля им нужен специалист. Он сразу подходит, они все в приемном, на готове. Терапевты, хирурги и другие узкие специалисты. Больных принимают в индивидуальных смотровых. Оперативность приема здесь не писанное правило. Очень быстро. Я удивился. Я настроился часа на два, а прошло минут 15. И что за эти 15 минут? То есть вам и анализы уже взяли? Врач посмотрел, дал направление на анализы. Уже один анализ дал, второй сдал. На один уже результат получил, на второй сейчас дадут результат. Пойду опять к врачу. Удобно, очень хорошо. Необходимое обследование и забор анализов проводится здесь же, на этаже. Для удобства пациентов зеленого потока навигация. Каждая линия ведет к определенному кабинету. Это очень удобно. Да, вот видите, сразу раз пошел, стрелка показала, и все, куда что идти? Я вообще благодарен за то, что это абсолютно хорошая. Приемный покой рассчитан на 500 человек в сутки. Сейчас через него проходит до 180 пациентов. 2% это тяжелые, каждый пятый каталочные и больше половины в зеленом потоке. Все пациенты, которые приходят в наше приемное отделение, мы их обследуем. Даже не в ургентный день ставим диагноз, статализируем или отпускаем домой. За сутки зеленый поток способен принять до 350 экстренных пациентов. Но за помощью сюда часто обращаются и те, кто мог бы получить консультацию в поликлинике или у своего семейного врача. Наталья Войтенко, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день». Когда русский человек слышит слово «больница», его бросает в дрожь, и явно не такую картинку он представляет. Мне было посмотреть приятно. Я заметил, что сюжет достаточно длинный, мы оба его смотрели с улыбками. Вы, наверное, потому что видели родные стены, а я потому что удивлен, как это все. На самом деле приятные отзывы. Приятно было слышать? Не только родные стены, но и самое главное, что такое благодарность. Это благодарность пациента. Это самая благодарность для специалиста. На сегодняшний день, вы знаете, я часто нахожусь в приемном покое, стараюсь общаться с пациентами. Хочу слышать их мнение, хочу посмотреть оперативность реакции моих сотрудников, специалистов. Это лицо нашего учреждения. Как поступает пациент, как его встречают, как он проходит путь диагностики и дальнейшего уже решения, куда он идет. Либо в стационар, либо он идет домой. Рекомендации. Кроме отделения скорой помощи, знаем, что открыт еще новый операционный блок. Как это расширило возможности больницы? Я хочу немножко уточнить. Операционный блок до конца еще не открыт. У нас открыта первая часть после реконструкции. Мы в июле ее приняли. Она была до нас, начата реконструкция, до прихода нашей команды. А сейчас мы реконструируем и заканчиваем реконструкцию. Я думаю, что он зафункционирует в июне месяце. Это будет современный операционный, вообще в Черноземье. У нас будет уникальная операционная, интегрированная операционная, где будут проводиться операции через телемедицину, которая закон, вы знаете, принят в этом году о телемедицине. Где можно будет транслировать ход операции в аудитории, в залы, а также получать консультации других специалистов. Либо нашего федеральных каких-то центров, либо это могут быть и коллеги за рубежом. То есть самое последнее слово техники будет использовано? Самое последнее слово техники, потому что... Или на шаг вперед уже? Вы знаете, нет. Сегодня мы стараемся успевать за этими шагами. Потому что инновации сейчас, которые происходят вообще, и в медицине тем более, они очень быстро происходят. Поэтому мы стараемся... Да, это будет новшество, это будет новация. А вот кадры есть для, в том числе, этой операционной врачи? Да, безусловно. Кадры есть, руки есть. На сегодняшний день, да, мы еще и востребованы в некоторых специальностях. И сейчас ищем специалистов. Но и в то же время обучаем сегодня и своих специалистов. На базе федеральных центров, на базе других клиник зарубежных. Там Татарстан сегодня тоже нам дал такую возможность. Ну и, собственно говоря, наш институт тоже нам помогает. А кого не хватает, если можно озвучить? Ну, сегодня очень большая востребованность в семейных специалистах. Семейный врач в поликлинику, врач-терапевт, врач-невролог, врач-реаниматолог, анестезиолог. Действительно-таки, гастроэнтеролог, это специалисты такие терапевтические. Сегодня действительно много у нас хирургических направлений. И, конечно, хирургом стать многие. Даже я хотел стать хирургом, но так получилось, что не стал. В вашем ведении еще седьмая поликлиника города Белгорода. Это, конечно, уже не медицина высоких технологий, а первичное звено. И вот меня, наверное, даже не как диктора, а как пациента, прикрепленного к этой поликлинике, интересует, какие перемены будут там. Чего ждать? Вы знаете, я хочу заметить, что эта часть не сильно далеко уходит от инновационной медицины и высоких технологий. Потому что что такое первичное звено? Это, в первую очередь, профилактика. И на сегодняшний день каждый житель должен заниматься профилактикой. У нас как происходит порой, да? Пока не припрет, извините, мы не идем. А сегодня все должно начинаться с того, что семейный врач должен стать партнером каждого жителя, должен стать его другом, должен стать тем самым звеном, через который решаются все вопросы, связанные со своим здоровьем. И в седьмой поликлинике сегодня мы будем также внедрять бережливое производство. Мы его увидели в сюжете, да? Мы будем сегодня развивать семейную медицину и давать нашим жителям доступную, качественную, я бы даже сказал, вежливую помощь. Медицинскую, соответственно. Хорошо. Мы отправили в седьмую поликлинику нашу съемочную группу, чтобы они посмотрели, что уже изменилось, ну и самое главное, пообщались с пациентами. Смотрим? Конечно. Седьмая поликлиника Белгорода вживается в новую роль. Теперь она тоже, как и пилотная четвертая, постепенно становится бережливой. Валентина Рязанова всего месяц исполняет обязанности замглавврача по поликлинической работе. Начала со сбора мнений и пожеланий пациентов. Такие объявления теперь висят на каждом этаже. Чтобы они нам помогли в нашей работе, как нам еще улучшить работу поликлиники, на что нам обратить внимание. Для этого я оставила свои контактные данные, телефон, адрес, электронные почты. Также у нас есть ящик, в который пациенты могут свои пожелания и рекомендации оставлять в письменном виде. Большинство пациентов, как и в других поликлиниках, сетуют на очереди. К решению этой проблемы здесь уже приступили. Поликлиника номер 7, запись на прием. Здравствуйте. Чтобы разгрузить регистратуру, создан небольшой колл-центр, который впоследствии будет расширяться. В первую очередь дозваниваются нам пациенты. Мы записываем их на прием. Предварительная запись. В регистратуру меньше подходят пациенты, потому что дозваниваются сюда в основном. Поэтому вся информация идет к нам сюда. Еще одна задача регистраторов – обзвонить пациентов по записи накануне их визита к врачу, чтобы в случае отказа освободить место для других больных. До открытия колл-центра пропустить прием мог чуть ли не каждый второй. Сейчас таких меньше в разы. Записаться можно с помощью информата. Если возникают сложности, на помощь приходит администратор. Он дежурит здесь же. Вам нужна помощь? Да, мне нужна помощь. Я хотела бы очень, если можно, к хирургу попасть мне. Мне нужно выписать лекарства. Ну пойдемте, я вам сейчас... Спасибо большое. Посмотрите, пожалуйста. В следующий раз вы можете с полисом сами записаться здесь. Пациенты говорят, что такая помощь экономит не только их время. Прям раз и решается вопрос. Не нужно там затрачивать и душевно переживать о том, что как попасть и попаду ли я и очередь. А здесь очень пунктуально, быстро. В любой сложной ситуации помочь готовы и в регистратуре. Время записи, имя и кабинет врача продублируют на таком талоне. Потому что уже смотришь и знаешь, куда и когда. То есть вам уже все понятно, да? Все понятно. Не забудете? Не забуду. Еще один элемент бережливой поликлиники в действии – это талонная система в лабораторном блоке. Очереди у нас сейчас практически нет. Во-первых, мы ввели дополнительное рабочее место в кабинете появилось у нас. И введение талонной системы. Если раньше шли в общую очередь, и люди приходили с полвосьмого, занимали очередь и стояли все в коридоре вплоть до регистратуры, сейчас же все идут строго по времени. Талон пациенты получают у своего врача вместе с направлением на анализы. Намного удобнее, чем было раньше, когда приходил в порядке очереди, стоял, терял много времени. А сейчас приходишь по талону, проходишь свое время, людей практически мало, и все успеваешь. Если тебе еще надо к другим врачам, то ты же располагаешь временем. Не будет теперь проблем и у тех, кто пришел на прием без записи. Появился в поликлинике и кабинет неотложной помощи. Сюда приходят те пациенты, которые не планировали посещать врача, но возникла острая необходимость. Кабинет работает в две смены – с 8 утра и до 8 вечера. В сезон респираторных инфекций число обратившихся доходит до 40 человек. Это доврачебный кабинет. Здесь оказывают помощь температурящим с острой болью в спине, в сердце и все патологии, которые нужно обслуживать вне очереди. Они здесь получают быстро своевременную помощь, диагностику и лечение. Если нужно, то мы госпитализируем в стационар. И это только первые шаги к тому, чтобы стать по-настоящему бережливой париклиникой. Кроме того, медучреждение уже включилось в проект управления здоровьем. За седьмой закреплено более 48 тысяч белгородцев. Для оказания более качественной медпомощи образовано 23 офиса семейного врача. Все участковые терапевты уже прошли переквалификацию. Наталья Войтенко, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день». Вот мы когда смотрели сюжет, вы мне сказали, что ваш номер телефона указан в зоне регистрации, ну или как по-модному, в зоне ресепшена. Звонят? Звонят. Что говорят? По-разному. Невозможно попасть к врачу. Там еще какие-то вопросы с неудачей талона. Но нужно сказать, что не только в поликлинике, но во всем нашем учреждении и поликлиника, и стационарно-хирургический, терапевтический и перентальный центр размещен мой мобильный телефон. На него можно дозвониться. Там есть также электронная почта, на которую можно записаться. Я сейчас увидел, что мои коллеги, заведующие отделений, тоже стали указывать свои мобильные телефоны. Потому что, конечно, когда поступает мне сигнал, ну, допустим, там холодно в палате, там долго там не идет медицинская сестра, такое тоже бывает. Там бывает, там внимание нужно пациенту. Я звоню, соответственно, обратный звонок делаю руководителю, и я смотрю, что они уже стали на себя забирать. То есть, чтобы звонили не вам, а уже не. Ну, честно скажу, телефон иногда бывает красный. Ну, и когда я посещаю совещание или какие-то выездные совещания, или отсутствие, я оставляю его секретарю, и она принимает все звонки, и мы также отзваниваемся. Ну, сюжет о том, что уже есть. А что в планах? Есть ли какие-то амбициозные проекты, которые можно сравнить с отделением скорой помощи? В планах сейчас мы реконструируем реанимацию. У нас будет развернуто дополнительно 12 реанимационных коек. Раньше было 12, и реанимация находилась на втором этаже. Теперь реанимация будет спущена еще и на первый этаж. Будет доступна реанимация к приемному покою. Это самая скорость, да, оказания медицинской помощи. Мы планируем реконструкцию всего стационара. Будут комфортабельные палаты. Будут удобные, я считаю, для работы специалистов помещения. И мы должны сделать условия и для пациента, и для врача, чтобы сегодня соблюсти эту гармонию, оказание культуры, оказание медицинской помощи и получение медицинской помощи. Мы знаем, что вы недавно были в Финляндии. Что оттуда удалось привести? Какие-то идеи, может быть, где-то что-то увидели интересное? Вот технологии мы там увидели. Вы знаете, я периодически где-то посещаю различные клиники. И, конечно, я не думал, что от Финляндии я буду так сильно шокирован. Не только увиденным и слышным, да. А вот, наверное, скорее всего, той философией, с которой мы столкнулись. Да, мы сегодня на правильном пути. У них есть триаж потока, который принимает экстренных пациентов. У них есть сегодня плановый поток пациентов. У них сегодня замечательная возможность предоставления комфортных условий для пациентов, для врачей. Нам очень понравились зоны общего пользования, где есть кафе на первом этаже, где кушают и врачи, и пациенты. Как сегодня даже мы заметили картину, стоит пациент с капельницей. Слушайте, покупают кофе. Оказывается, финны больше всех потребляют кофе в мире. 10 килограмм сухого кофе на одного финна в год приходится. Но это так немножко и отступление, да. А вообще развитие и хирургии одного дня, и технологий в операциях нас, конечно, поразили. 450 пересадок трансплантации делает Хельсинская университетская клиника. Это уникально. То есть технологии, которые достойны подражанию. Технологии, которые достойны подражанию, вы знаете, они идут все с большей скоростью. Их нужно не то что догонять, а прямо вот идти в ногу со временем. Ну, вы же не только в Финляндии были, да, наверняка. Смотрели клиники в других странах. Вот действительно ли там, за рубежом, в этих странах все так хорошо, как вот мы, россияне, здесь, сидя у себя в России, думаем, что вот у них там все просто высший класс, а у нас не очень. Вы знаете, наверное, возможно, и им есть чему у нас поучиться. И все, наверное, прекрасно помнят ту советскую медицину, советское здравоохранение, которое было одной из лучших в мире. Которую на сегодняшний день применила Куба, да, и как она сегодня развивает ее. Но, хочу вам сказать, да, действительно, самое важное, это то, как относятся к своему здоровью жители вообще других стран. Для них, ну, это, наверное, клад, это сбережение, это самое главное для них в жизни. Поэтому они направлены сегодня на профилактику в большей степени, да, отсюда и меньше сопутствующих патологий, отсюда меньше запущенных заболеваний. Поэтому у них немножко по-другому, у них по-другому. И мы должны к этому стремиться. И то самое, о чем мы сегодня говорим, да, это тот проект управления здоровьем, который сегодня Евгений Степанович сам курирует. Он сегодня направлен на то, чтобы добиться именно сближения пациента с семейным врачом. Направить сегодня вся сила на профилактику. Я думаю, что получим результат однозначно. Мы идем на правильном пути. То есть у вас задача не только ваших технологий развивать, но еще и влиять на умы ваших пациентов. Не влиять, а знаете как, все-таки попытаться настроить, поменять себя. Все начинается с нас самих. Я начинаю каждый день, каждое утро планерку или совещание с того, что нам нужно меняться самим. Все начинается с нас. Вот как мы захотим, так и не. Я думал, вы сейчас скажете, я начинаю каждое утро с пробежки, с 10 отжиманий. С 50 отжиманий. Да, зимой я не бегаю, честно скажу, потому что я не сторонник. У меня был плохой опыт в Санкт-Петербурге, когда я учился, я бегал зимой, я блюл бронхитом. После этого я не бегаю. А летом бегаю. И зарядки начинают свое утро. И с отжиманий. Ваши подчиненные, ваши коллеги берут с вас пример уже в этом плане? Вы знаете, не все. Не все. И, честно говоря, борюсь с средними привычками. Курение сегодня, к сожалению, имеет место быть. Ну, вот всячески. Вот у нас есть сейчас практика. Мы там футбол начинаем заниматься. Там в зале бегаем. Я собираю ребят, ну, коллег, кто поддерживает. Смотрю, многие уже стали присоединяться. Планируем спартакиаду провести на День медицинского работника. Свою внутреннюю. Приглашайте, будем обязательно освещать это в нашей программе. Спасибо вам за интересный разговор. Но мы вас не отпускаем, а продолжим смотреть нашу программу.